ну что друзья всем привет у нас сегодня в гостях триммер от компании волк детейлер мы его разберем посмотрим проанализируем погнали в общем ребят наконец-то появился беспроводной детейлер мы наверное многие этого ждали многие об этом думали и мечтали наверное потому что сам детейлер реально классный триммер который обладает т-образным ножом который реально мощный классный и собственно единственный его минус был это провод который постоянно закручивался то есть не давал там вот этого свободного действия и я в свою очередь отдавал предпочтение триммеру беретта это скажем тоже триммер от компании волк единственная у нее он не обладает т-образным ножом и это на мой взгляд некий минус между детейлерам но не знаю насколько он будет действительно мощный будет ли он соответствовать его критерии скажем предшественнику проводному детейлеру собственно давайте откроем его посмотрим что идет внутри какая идет комплектация коробочка так ну внутри у нас все штатненько собственно насадочки вот такие база давайте пока просто комплектацию сложим идет вот такая расчесочка щетка чистить зубы собственно сама зарядка ну и он он ну и инструкция ребят инструкции уже читать не будем те кто приобретут этот триммер вы можете собственно все инструкции почитать и ознакомиться как чистить как ухаживать по эксплуатации так далее но я вам хочу сказать что он немножечко изменился он даже внешне изменился собственно я сейчас сгонял быренько за детейлером я вам хочу сказать что он реально изменился взял в руку просто я чувствую что он чуть другой во первых он стал немножечко длиннее то есть посмотрите разницу он стал немножко длиннее у него нож ты white на детейлерах на стандартных на проводных в принципе нож ты white тоже бывает вот поэтому скажем у них такая большая разница но корпус получается у них изменился ширина основания она не изменилась вообще то есть увеличилась только длина но это наверное связано исключительно с помещением туда батареи потому что здесь место под батарею не было то есть но они вот таким вот решением это сделали это первое изменение корпус второе изменение это наличие многие жаловались что он достаточно скользкий бывает там выпадает из рук на него там на такие брали резинки одевали чтобы он менее скользил здесь на корпусе сделали такие пупырышки то есть ну и он в руке сидит ну скажем поприятней то есть нет такой скользкости скажем как это было у предшественника также кнопку именно тумблер включения перенесли с задней части корпуса на боковую часть корпуса по шуму я не скажу что он сильно изменился но чуть-чуть пошумнее может быть если его смазать сам нож смазать именно он станет чуточку потише но конечно если сравнивать с беретой то чуть ли не в два раза звук у него громче но берет на самом деле это у меня какой-то тихий попался потому что у ребят у некоторых я встречал он реально прям жужжалка такая нормальная вот что еще сказать ну звук может быть еще в связи с тем что он там мощный ощущение именно по вибрации которые он передает ощущение что он по мощности такой же я не буду сейчас ребят обращаться к цифрам я сейчас конкретно полагаю своим интуитивным то есть чувством когда я включаю его здесь я чувствую вибрацию вот уровень мощности его какой-то и здесь то есть он при принципе то есть ну почти одинаковый вот если я включаю берет то есть он менее то есть вибрации у него меньше то есть ощущение что берет как будто чуть чуть помимо по ну менее мощный вот так же регулировку длины срезом можем здесь сделать но она понятное дело отстраивается отвертками единоразово то есть так как это сделать у машинки мы не можем то есть можем настроить максимально к нулю у нас нет здесь в комплекте насадки с помощью которой можем отстраивать то есть но это можно сделать в принципе то есть ориентируясь на какую-то плоскую жесткую поверхность вот но он принципе хорошо отстроен он достаточно будет прям 0 вот скажем выстраивание ножа прям в дикий в дикий 0 он он влечет за собой но возможно травмирование клиенту можно поцарапать поэтому если вы максимально 0 его отстраивать то есть нужно делать именно так чтобы не дотрагиваться до кожи то есть и тем более на нее не давить ребят подробные характеристики вы можете собственно почитать вот здесь посмотреть мы сделаем print screen и собственно подробно почитать характеристики сколько он держит там зарядку там литий-ионная батарея там ножевой блок там и так далее так далее все 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 подробно вы там увидите мне было важно показать вам комплектацию показать какие-то изменения с ним ну собственно так прикольная машина стоит она порядка 12 тысяч рублей в зависимости от того места где вы заказываете если вы там собираетесь приобретать и пишите в комментариях мы собственно вас координируем то есть можем вам отправить пару триммеров вот в принципе а все остальное корпус все осталось так как есть вот все вот эти вот молдинги все это все 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 то же самое вот чуть чуть только корпус изменился его плюс также как и плюс берет это то что в случае если у него садится аккумулятор мы всегда можем его подзарядить и собственно работать напрямую от сети это большой плюс на мой взгляд я думаю его все поддерживают щеточка естественно классно то что мы можем очистить здесь все случае загрязнения там после работы клиента расчесочка стандартная отвол беленькая ну как будто бы имеет место быть многие такими работают достаточно увесистая симпатичная я бы сказал база посмотрите какая красивая прям такая брутальненькая очень красиво в ней смотрится машинка триммер ну и собственно то что я не буду распечатывать это маленькая щеточка для очистки ножа насадочки и масло то есть масло у меня есть другое щеточка для очистки у меня тоже есть насадки мне не нужны его вес получается составляет сто восемьдесят шесть грамм ну сто сто девяносто пусть будет грамм в берет получается у нас сто тринадцать грамм чуть чуть разница есть но она несущественна эргономика у него очень удобная я не думаю что есть смысл что-то лишнее говорить про детейлер вы все прекрасно знаете этот аппарат вот то что он стал длиннее это стало даже лучше то есть он более лег полностью в руку прям если вот это у нас лежало только в начале и тут какой-то шел провал небольшой такой ну вот как-то упирался в центр ладони то здесь получается она как-то лежит прям более увесистая в руке и работать с ним становится комфортно короче машина крутая классная на сегодняшний момент это наверное лучшее что ну что я допустим считаю из триммеров это лучшее из плюсов опять же беспроводная t-образный нож минимальная длина среза в принципе все литий-ионная батарея по моему круто больше ничего не надо супер если вам понравился этот выпуск понравился этот триммер если вы хотите его приобрести пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и дальше будет больше